Для полного разбега нужно 3-3,5 года, рассказывает директор Ивановского кабельного завода. У предприятия на сегодняшний день опыт работы 2,5 года. В 2019-м планируют выйти на 100% мощность. В понедельник завод посетил Станислав Ускресенский. Продукция, а ее около 700 марок, соответствует российским стандартам качества. Правда, практически вся она реализуется за пределами региона. В Иванове выбор в пользу качества не делают. Обещаем, что эту картину в ближайшее время изменим. Это не наши инициативы, это инициатива наших партнеров, именно Ивановских. Мы занимаемся производством исключительно гасированного вида кабеля, что не соответствует уровню цен в Иваново-Ивановской области. Но крайне интересуется и наше качество устраивает город Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москву. Губернатор на заводе со знакомительным визитом. Предприятию для развития и расширения деятельности необходима поддержка правительства. Речь шла о возможных льготных мерах кредитования. И таковые меры у нас есть. Благодаря федеральному проекту по малому бизнесу, у нас сейчас есть возможность субъектов малого и среднего предпринимательства кредитовать по ставке 80,5%. У нас, я говорю, в Ивановской области, в стране в целом, через специальные институты поддержки. Вот коллеги сейчас как раз эту возможность рассматривают, она им интересна. А также подобрать площадку, возможную площадку коллеги готовы рассматривать в моногородах, для того, чтобы расширить объемы производства и начать выпускать продукцию более широкого ассортимента. Продукцию завода заказывают электротехнические компании и строительные фирмы. Например, аэропорт Домодедово, терминал Б, полностью укомплектован ивановским кабелем. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.